Вы знаете, я уже немножечко даже устал рассказывать о контрабандных потугах Лукашенко. Ну честное слово, но уже что-то не было, каких сигарет он куда-то конесовал. Понятно, надо кормить ОМОН, надо кормить КГБ, надо всех силовиков как-то содержать, а теперь еще и мигрантов содержать. Я понимаю его заботы. Но, ёлы-палы, ну кроме сигарет можно еще что-нибудь придумать? Но больше у Лукашенко, по всей видимости, фантазии не хватает. И вот очередной прокол контрабандного лося. Теперь в Литве. Собственно говоря, большинство из них было в Литве. Пару раз было и в Польше ловили, но сейчас в Литве. Итак, Лукашенко спрятал 50 тысяч пачек сигарет среди бетонных блоков. Точнее, не бетонных, а кирпичей. Ну, стоимость 160 тысяч долларов. То есть, синепалы перешел на небольшие партии. Помните, у него раньше конфисковали на 2 миллиона, на 1,5 миллиона евро, там даже на 3, на 5 миллионов евро конфисковывали партии. А теперь он понял, что гораздо выгоднее рассовывать вот эти вот сигаретки небольшими относительно партиями и пытаться пропихнуть их хоть как-нибудь. Ну, 160 тысяч евро. Вот. Естественно ж поймали. Ну, вопрос даже в другом. Раньше он хоть как-то их нормально маскировал. Но, Рыгорич, ну просто поставить кирпичи и между ними напихать сигареты, это же муветон, ну честное слово. Так же нормальные пацаны-контрабандисты, ну не делают. Это ты позоришь специальность, ты позоришь профессию. Что тебе люди скажут? Поэтому, пожалуйста, ты возьми себя в руки. Я понимаю, что в последнее время одни убытки, еще и иммигранты. Но, пожалуйста, приди немножечко в чувства и научись слать нормальную контрабанду. Продолжение следует...